Денег мало зарабатываю, а денег хода больше. Отпевать все в дискотеке. И что я придумал? У меня мой муж, моей двоюродной сестры Катя, Михаил, он сделал, что он меня научил, как идти с вагона снимать крышки алюминия. А, ну, что ты думаешь? С колесным парком, да, да. А я что, с ним не стал, он мне все рассказал. Я уже как сантехником-то подрабатывал, уже знаю, как ключи. Посмотрел, какие ключи примерно надо. Пошел ночью, все это, снял две покрышки, эти несчастные. Вот там 4 килограмма что-нибудь, 3 килограмма вес. И пошел, главное, уснуть-то я не могу ночью. Мне же надо заработать, как-то. Отработки. Да, да, да. И вот этот просон, то шоссон уходит, пока зло не сделаешь. Все, и пошел туда, на точку-то сдавать прихожу. А там двое стоят мужчин, какого-то малолетка, там лет 10-11, что-то там, типа страх какой-то нагоняет на него. И такой, я захожу тут с сумочкой, с этими крышками. МПО, наш клиент, я давно понял, полицейские оказались. Они просто гражданки были. Они этого поджадника, ой, прости меня, чернушка, чернушка. Чернушка не досталась. Подзадницу и меня сразу, раз, и начали, типа. Что там у тебя? У меня там ключи, магнит, то есть все доказательства. Все, это работает. И вот это зло во мне сидело. То есть я из дома тащил рюминевые ложки, там у тетки, у тетек выражил. То есть мне вот это, как наваждение какое-то, но это без снования. Я не мог уснуть просто. Именно мне надо что-то было утащить. Вот такой момент, я жизнь заболевания. Когда я попал, попал в железнодорожный вот этот рюминейный отдел, это у меня как руку потом снял. Все, я в страх. Ну и я карманил. Все, и тогда Господь постепенно уже начал меня подготавливать. Я понял, что это не мой путь. Тем более, они там меня начали стращать. Один злой полицейский, другой добрый. Там тебя там изнасилуют, что с тобой только не сделают. То есть, и тетя оказалось, что за одной партой сидела, который там был в полиции, работал главный у них в начале. И через это он у меня оттуда. Потому что я не привлекался, во-первых, ни разу еще в полиции. Да, условно. Словно, вот условно удали мне все. Считаю, вот куда в сатана толкал тоже. Посадили. Так суд был или нет? Был суд, только трое всего было. Ну, кого там? Ну, там. Сатана толкань-то, ты же не знал. Это без Бога все, потому что это происходит. Так-то я сам по себе никогда к этому не стремился. Я не сказать, что я какой-то вор там был. Ну, пододвигает. Либо человека пододвигает алчность, либо нищета. Вот худые сообщества, разрушая добрый нрав в Библии написано. Так оно и есть. Попал я своему родственнику, наркоману, пьянице, как говорится, под его влияние. И все, и пошел тоже по его стезе. Стезе? Да, ну, мне тоже, ну, как-то бухнуло. Наркота тоже рядом проходила. Алкоголь, да. Володь, ничего подогреть не надо. Смотри, сейчас 15 минут примерно до ужина. Подогреть. Я не знаю, что подогревать-то. Ну, я не знаю. Самое вот выходить из этого круга тяжело. Когда вот входишь... Чайник надо поставить, чтобы он не закипелся. Ребята подтягивают, и начинается отчет, а почему? Может, поближе. Там надо эти угли открыть. Не, кружки открыли. Слава Богу, все. Ну, ты его старый доставил? Я налил кружку еще. Он долил туда. Долил просто кружку. Ну, что, дочитаем по притчам? Да, да, читаю, читаю. Просто мы не нужны...